Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня мы с вами будем готовить картофель с розмарином. Это мой самый любимый рецепт приготовления картофеля. Сразу скажу, что рецепт достаточно калорийный, питательный. И тем, кто на диете, я его категорически не рекомендую. Ну а тем, кто не на диете, оставайтесь со мной и мы приступаем. Итак, какие же продукты нам понадобятся? Я взяла 2 больших картофелины. Это примерно полкилограмма. Затем, ну луковица у меня тоже большая, я думаю, что возьму всего лишь половину. 100 грамм копченого у меня, ну как нужно, сала. Но у меня, поскольку во Франции сала практически не продают, у меня копченая грудинка. Затем 100 грамм белых грибов, соль, оливковое масло и, конечно же, розмарин. Ну и приступаем к приготовлению. Очищаем наш картофель и половинку луковички. И нарезаем вот такими вот тоненькими кружочками. В одно огнеупорной формы выливаем столовую ложку оливкового масла. В огнеупорную форму выкладываю картофель. Ну и как видите, посыпаю картофель розмарином, так щедренько. И солю. Затем выкладываю копченую грудинку. В глубокую сковороду наливаем полстакана воды. И сейчас мы из наших грибов будем варить грибной бульон. Выкладываю белые грибы из бульона. Снова все посыпаю розмарином. И последний этап. Заливаю все это полстаканчиком нашего грибного бульона. Перед заливкой бульон обязательно процедите. Ну и сейчас ставлю нашу картошечку с розмарином, с грибами, с грудинкой в духовку, разогретую на 200 градусов. И запекаться все это великолепие будет ровно 45 минут. Ну вот и все. Картошка с розмарином запеклась. Аромат стоит просто потрясающий. Ну вы сами понимаете, запечь картошку в бульоне из белых грибов с копченой грудинкой, лучком и розмарином. Ну я даже не знаю как сдерживаться, чтобы не глотать слюнки прямо в кадре. Ну и сейчас я покажу, как я эту картошечку подаю. И вуаля. Вот и готова моя картошка с розмарином. Подаю я ее, как видите, очень просто. Я нарезала сладкий зеленый перец, вот такой соломкой, дольки помидор, петрушечка и кружочки огурца. Соуса добавлять к овощам я никакого не буду, поскольку картошечка она сама по себе достаточно питательная, сытная. И просто нарезанные свежие овощи, как компаньон к этому блюду, я думаю, это самый наилучший вариант. Всем большое спасибо, что вы были со мной. Желаю приятного аппетита и до новых встреч на моей кухне. Продолжение следует...